Библейский портал экзегет.ру представляет 16 глава 3 книги царей. Я читаю для библейского портала экзегет свой перевод с небольшими комментариями. Череда царей Северного Израильского Южного Иудейского Царства, о которых говорится почти одно и то же, за небольшими исключениями творил неугодное в очах Господних, как его правцы или хуже даже иногда, чем они, и были ли какие-то попытки это как-то остановить. Были, хотя пока не очень яркие, о том, как появятся пророки, которые сделают все, чтобы остановить это сползание, мы прочитаем дальше, но пока описано само сползание вот в эту бездну язычества и прочих безобразий. «Было слово Господне к Еху, сыну Ханани о Баше». Баше – это, напомню, царь Северного Израильского Царства. «Я поднял тебя из грязи и поставил правителем над народом моим Израилем, но ты ступаешь по пути Яровама и вводишь Израиль во грех, чтобы они грешили назло мне. За это я не извергну Баше, а за ним и его род будет с ним то же, что и с родом Яровама сына Невата». Ну, предыдущая династия, которая была истреблена. «Кто умрет у Баше в городе, того сожрут собаки, а кто умрет на поле, того склюют птицы небесные. Прочие дела Баше и величия его, и всё, что он совершил, описано в летописном свитке царей израильских». Вот очень краткое пророчество. Мы дальше будем читать, конечно, Илья и Елисей, там прям целые романы, очень развернутые, подробные события описаны, яркие речи. А пока это маленькие такие сигналы. Пророческое движение зарождается. Это такие всплески, такие огоньки, искорки. Когда кто-то говорит, вот ты вводишь Израиль во грех, за это твой род пресечётся. И, собственно, пока ещё всё. Но для того, чтобы разгорелось это пламя, прежде всего, пророк Илья, вот такой яркий действительно и очень необычный, для этого должны быть эти искорки. Прочие дела Баши, величия его и всё, что он совершил, описано в летописном свитке царей израильских. Баша приложился к прауссам и был похоронен в Терце. Вместо него воцарился его сын Эла. Вот смотрите, и всё, что мы знаем про Башу. Одно пророчество о том, что ничего хорошего он не делал, а проще, смотри, справочные материалы, которые до нас, кстати, не дошли, эти самые свитки летописные. Но они нас и не очень интересуют. Но через пророка Яху, сына Ханани, уже было возвещено слово Господне о Баши и в роде обо всём зле, которое творил он пред Господом, поступая ему на зло, и о том, что постигнет его участь, истреблённого рода Яровама. Эла, сын Баши, воцарился на 26-м году царствования Осы в Иудее. Он правил в Терце два года. Против него составил заговор Земри, командовавший половиной всех колесниц. Тогда царь перевал в Терце в доме Арцы, распорядительный дворцом в Терце. Земри вошёл и сразил его насмерть, воцарился вместо него. Вот Северное царство, сильный прав, такой древний Рим времён солдатских императоров, когда каждый, у кого хватало, соответственно, ресурса военного и наглости, просто приходил, убивал предыдущего императора, становился императором вместо него. Вот уже это творится. Ну, смотрите, есть какая-то всё-таки очень интересная связь. Южное царство, при том, что там тоже творятся безобразия, хранит верность памяти Давида, только его потомки на престоле. В Северном царстве с самого начала от этой верности отказались, а значит, кто будет царём. А кто хочет, тот и будет. Кто сумеет победить других претендентов. И вот в каком-то смысле эта политическая неразбериха, вот эта череда дворцовых переворотов и убийств, это прямое следствие того, что когда-то они избрали независимость от Южного царства, когда-то они сказали, что не хотят подчиняться Давида его потомству. И как только он воцарился и занял его престол, то перебил весь его род, не оставив ни одного мужчины, ни из его родных, ни из друзей. Землю уничтожил весь его род по слову Господню, которую произнёс Сабаше, пророк Яху. Уже это было один раз, да. Вторая подобная сцена. Не просто убивают царя, но вырезают всю его семью, мужскую, по крайней мере, часть тех, кто может претендовать на престол. Напомню, когда Давид сменил Саула на престоле, он этого не делал. Он оставил часть Саула во потомство в живых. За все грехи Баши и за грехи его сына Элы, которые совершали они сами и в которые вели Израиль своими ничтожными идолами на зло Господу Богу Израиля. Прочие дела Элы и всё, что он совершил, записано в летописном свитке царей израильских. Земриево царился на 27-й год правления Осы в Иудее. Он правил в терце семь дней, когда народ осаждал филистемский город Гиббетон. Когда народ, осаждавший город, услышал, что Земри составил заговор и даже убил царя, то всё израильское войско, которое было тогда в походе, поставило на царство и начальника Омри. Омри, а с ним и всё войско оставили Гиббетон и пошли приступом на терцу. Да, вот с филистемленными уже не воюем, берём собственную столицу штурмом, лишь бы посадить правильного царя на престол. Земриево видел, что город взят и скрылся в внутренних царских покоях. Он там сжёг себя вместе с дворцом. Так он погиб за грехи, которые делал, что творил зло пред Господом, и ступал по пути Иеравама, вводя Израиль те же грехи, что и он. Прочие дела Земли и заговор, которые он составил, описаны в летописном свитке царей израильских. Тогда израильский народ разделился между собой. Одна половина последовала за Тивни сыном Генната, желая сделать его царём, а другая за Умри. А те, которые стояли за Умри, победили тех, которые были за Тивни сына Генната, Тивни погиб, а царём стал Умри. Ну и вот, опять-таки, такая родоплеменная, не скажу, демократия, а охлократия, да, когда толпы вот бегают, кто побьёт других, тот и ставит царя. И есть всё-таки действительно прямая связь между отпадением от почитания единого Бога и вот этим распадом такого государственного единства, да, когда уже, собственно, нет никаких причин предпочитать одного царя другому, когда каждый, кто смел, тот и съел. В 31-й год царствования Асына Деудея, это Южное царство, Умри воцарился над Израилем. Он провел 12 лет, из них 6 лет в Терце. Терца, соответственно, старая столица, ну, в общем, более-менее наугад выбранный городок. Потом он купил за два таланта серебра, то есть около 70 килограмм золота, холм Шомрон у Шемера. Шемера — это человек Шемер, Шомрон, соответственно, по его имени, да. Ну, как в древних Афинах, Академия — это был такой сад, который принадлежал некогда Академу, человек по имени Академ. Так у Шемера был холм Шомрон. На этом, говоря, он построил город и назвал постройку Самарий. Ну, Самария — это современное русское слово, а вообще-то Шомрон, то есть вот по имени этого самого Шемера. По имени прежнего владельца холма Шемера. Интересно, как иногда увековечивается имя абсолютно ничем не примечательного человека, просто ему когда-то принадлежала земля. Наверное, много таких городов на свете. Мы даже не знаем сейчас, кто это человек, в честь которого города носят название или деревни. Умри творил зло пред Господом еще хуже, чем все, кто был до него. Он ступал по пути Яровама, сына Невата, и вводил Израиль во грех, ничтожными своими идолами, назло Господу Богу Израиля. Прочие дела Умри, и все великое, что он совершил, вот периодически упоминается величие, да, то есть великие люди, но ничего о них не сказано, об этих великих поступках, потому что с точки зрения Бога ничего хорошего они не сделали. Хотя, с точки зрения земной истории, смотрите, построил новую столицу. Вообще, надо сказать, что Умри или Амври в старых переводах – это первый царь Северного царства, о которых есть совершенно точно упоминания в источниках неизраильских. То есть это известный правитель, достаточно могущественный. Амври приложился к правоцам и был похоронен в Самарии, а царем вместо него стал его сын Ахав. Ахав, сын Амври, выцарился над Израилем на 38 году царства Ниасы в Иудее. Ахав, сын Амври, царствовал над Израилем в Самарии 22 года. Ахав, сын Амври, творил зло пред Господом еще хуже, чем все, кто был до него. Мало того, что он повторял грехи за Яровавом, сыном Невата, он еще взял в жены Езавель, дочь Эдбаала, царя Сидонского, ну, один из финикийских городов, стал служить Ваалу и поклоняться ему. Это уже откровенное такое отпадение. То есть до сих пор они, скажем так, позволяли ту женам-наложницам, то своим подданным поклоняться кому хотят. А этот уже откровенно берет культ своей жены, финикийенки, и сам ему следует. Он поставил жертвник Ваалу в святилище Ваалу, которое построил в Самарии. Еще Ахав поставил Идальский столб, а поступал Ахав на зло Господу Богу Израиля хуже, чем все прежние израильские цари. Это при нем Хейлис Баэтель отстроил заново Иерихон. Иерихон, очевидно, был разрушен при завоевании Святой Земли. И это, собственно, книга Иисуса Новина, описывает Иерихон, первый город, который был взят. Но сегодня Иерихон вполне существует и даже, можно сказать, процветает. Вообще один из древнейших городов на планете, на самом деле. И, значит, он был отстроен при нем, и Иерихон тогда относился к Северному царству. Хейлис Баэтель отстроил заново Иерихон. Первенец его Аверам погиб при основании города, а Сыгув, младший его сын, когда ставил он ворота, по слову Господа, которого застил Иисус сын Нуна. Возможно, Иисус сын Нуна, то есть Иисус Новин, возможно, идет речь о жертвоприношениях, о том, что ребенка принесли в жертву при закладке стены и ворот. Такие вещи действительно делались в древности, но напрямую не сказано. Поэтому вот я решил перевести так несколько двусмысленно погиб. Мало ли, может быть, в силу того, что вот Господь просто не одобрил восстановление Иерихона, города, который был разрушен при завоевании Ханаана, то это вот произошло просто как некое наказание. Хотя понятно, что для нас очень тяжело воспринимать гибель ребенка как наказание его отцу. Но есть, к сожалению, в Ветхом Завете и вот в этой истории царей мы встречаем такое сплошь и рядом. А возможно, это жертвоприношение. Но в любом случае ради государственного величия, ради того, чтобы построить город, экономический центр, политический, военную крепость, вот ради этого люди не жалеют ничего, и в том числе своих детей. Что же у нас будет, когда Ахав, ну, уже окончательно впал в язычество? Может быть, Господь уничтожит его дом, а то и все Северное Царство. Да, но не сразу. А что будет между уничтожением и вот этими самыми событиями, начиная с 17 главы, прочитаем дальше. Северное Царство Северное Царство